Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всех вас, дорогие Господи, братья и сестры, поздравляем с праздником. Воскресным днём, который в этом году совпадает с праздником Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. И поэтому сегодняшнее евангельское чтение, помимо чтения, посвященному Царице Небесной, напоминает нам ещё и о Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. И начинается оно со слов. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Дивные слова. Их ещё называют золотым правилом этики. «Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете». «Хотите, чтобы вас любили, и вы любите». «Хотите, чтобы вас прощали, и вы прощаете». «Хотите, чтобы давали взаймы вам, и вы даваете». Дивные правила. И дальше Господь говорит такие слова. И если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратное столько же. Дело в том, что Господь, Он ведь, когда говорит эту заповедь, Он не говорит что-то новое. Это еще Ветхий Завет знал эти дивные слова. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Но Он говорит дальше. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердными, как и Отец ваш милосердный. Господь говорит эти слова. Слова, которые идут вразрез со всем нашим житейским жизненным опытом. Потому что мы-то знаем, что если нам причинили боль, то какие мысли первым делом рождаются, какие ощущения, какие чувства, какие сильные бывают эмоции у человека, которого обидели. И когда Господь это говорит, Он говорит о невозможном. Невозможном для людей, для нас, простых людей, обычных людей, которые и ненавидят, и не прощают, и как бы стиснув зубы, помнят обиды. Но Господь нас призывает к чему-то большему. Именно поэтому Он дает ту заповедь, глядя на которую, человек говорит, Господи, как это может быть? И Господь ему отвечает, людям это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Поэтому если мы доверяем Евангелию, то те слова, которые мы читаем, это тот закон, по которому Господь будет нас судить, по которому будет нас спрашивать. Если мы что-то не понимаем, говорим, Господи, я не могу, это невозможно, то так и скажем Богу в простоте своего сердца, скажем, Господи, поддержи, вразуми меня, умножь любовь в моем сердце. Почему вокруг так много, так сказать, вот эта не любовь, она на всех уровнях, на уровнях межчеловеческих общений, на уровне, так сказать, стран, на уровне государств. Так сказать, вот эти, знаете, мы вам одно сделаем, а вы нам другое, вы нам одно, мы вам другое, так сказать, санкции все, вы нам санкции, а мы вам еще что-то. Вот такая логика всегда, вот такого пинг-понга, да, обязательно надо чем-то ответить кому-то. А Господь говорит, нет, так ничего хорошего не получится. Но любовь, она совершенно другие законы нам диктует. И каждый внутри своего сердца обретает тот ответ, который его сердце дает на те заповеди, которые Господь наш поставил для нас. В том числе на те невозможные заповеди для нас о любви к нашим врагам. Как можно врага полюбить? Ну, я не знаю, как вот его полюбить. Наверное, надо начинать с каких-то простых вещей, да? Начать, может быть, молиться за человека, которому у нас неприязнь. Просто молиться и ждать. Опять же, если от нас что-то зависит, что-то делать? Знаете, как апостол Павел говорит, если от вас зависит, старайтесь со всеми людьми иметь мир. Если от вас зависит. Не то, чтобы там, знаете, кто-то нас обидел, мы прощения просим, просим. А он говорит, да, не хочу тебя знать. Такие ситуации тоже бывают. Но если от нас зависит, будем примиряться. Если от нас зависит, будем благотворить. Нет возможности это делать, будем молиться. Будем Богу как бы доказывать, докучать. Господи, я хочу изменения. Прежде всего, в своей душе, чтобы внутри моей души не было этого пометозлобия. Не было вот этой ядовитой занозы, которая отравляет мою жизнь. И Господь по нашей вере и по нашей молитве воистине дает просимое. Дает просимое не только по нашим таким обращениям, но и по заступничеству Церкви Небесной. И сегодня праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это тот особый день, когда мы в лице Божьей Матери воспоминаем заступничество Церкви Небесной за нас, здесь, на земле, живущих православных христиан. Некогда в далеком 9 веке в Константинополе, в Аблахернском храме, Блаженный Андрей увидел Божью Матерь, молящуюся в храме над людьми и простирающую свой амафор. Как бы покрывающую всех молящихся своим амафором, дающим свое предстательство, свое заступничество. Именно поэтому мы с вами и обращаемся к святым, к разным святым, и к Божьей Матери, и к Анну Притече, к многим святым угодникам Божьим, заступничество которых мы чувствуем. Душа отзывается, мы им молимся, они отвечают. И это наш личный религиозный опыт. Именно поэтому сегодня для нас особенно дорог день, когда мы прославляем Царицу Небесную, потому что храм наш посвящен одному из образов Царицы Небесной, живоносные источники. Каждый праздник богородичный для нас такая особая радость. Всех вас поздравляем еще раз с праздником, Божьей помощью, благословения. Сегодня, сейчас после того, как мы прочитаем благодарственные молитвы, мы совершим с желающими заупокоенную ритию, потому что сегодня у нас девятый день по нашей прихожанке постоянной, рабе Божьей Ольге Кочетковой, помолимся. И потом в церковном дворе раздадим кутью для желающих помянуть. Всех с праздником! Слава тебе, Божия! Слава тебе, Божия! Слава тебе, Божия!